Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня видео у нас будет о покупках FixPrice. И я поделюсь с вами огромным своим пакетом покупок FixPrice. Вдохновили меня другие девушки-блогеры, которые рассказывали о своих покупках. Я решила, что весна, солнышко, и пора уже обновить как-то и свои покупки из FixPrice. Поэтому не будем ждать, не будем тянуть никого за хвост и за все остальные части тела. Поэтому начинаем. Такой огромнейший пакет. Кстати говоря, у них теперь модный дизайн пакетов. Так что давайте начинать скорее. Первое, что я купила по рекомендации у кого-то, я тоже видела это видео, это сыр-болл. Кукурузные шарики с сыром. Давайте сразу сейчас попробуем эти кукурузные шарики со вкусом сыра. Я вообще не фанат, скажем так, джанк-фуд и всей этой магазине, и особенно кукурузных всяких штук. Ну, давайте попробуем. Ну, неплохо. Неплохо? Не знаю. По вкусу поприятнее, чем сладкие кукурузные палочки. Ну и единственное, что их тут только пол пакета. Я думала, что их будет побольше, а их только вот досюда. Не так вкусно, кстати. Очень прикольно. Если вы любите всякие вот сырные шарики, там сухарики, чипсы, то я думаю, что вам понравится эта штука. Следующая, это просто бестселлер фикс прайс. Это вот этот вот массажер. Ну, точнее, это массажер. Это штучка для создания шухер или прикорневого объема. И просто вообще офигенная вещь, потому что меня она вводит в экстаз. Особенно, когда кто-то вот это вот шугутится, там блог гоняет. Суперская вещь. Мне очень-очень нравится. Я давно уже мечтала о ней. За 43 рубля просто вот... Кто-то свыше велел ее взять и постоянно приводить в себя восторг. Штука очень классная. Следующая, это соки. Вот в таких банках жестяных здесь 230 мл, по-моему. И манго я еще не пробовала, а гуаву выпила. Это первый раз, когда я пила сок гуавы. Знаете, на самом деле, очень вкусно. Может быть, мне, в принципе, гуава как фрукт нравится. Вот, но очень вкусно. Там еще были кусочки. Кусочки напоминают грушу. Вот мне они напомнили грушу. Вообще, очень-очень вкусный. И он такой, как бы, мне кажется, вот в таком вот виде, ну, закрытой такой упаковки жестяной, он сохраняет больше своих каких-то полезных свойств, если таковые есть. Ну, мне очень-очень понравился. Я думаю, что манго тоже мне понравится. Мне нравится, если не выпьет кто-то, кто любит манго больше, чем я. И чтобы добить уже тему еды, я вам сразу покажу абрикос, протертый сахаром. Сразу хочу сказать, что он сделан по ГОСТу. И здесь содержится только сахарный песок, абрикос и лимонная кислота. То есть, как бы, это нормальный абрикос, а не какая-то химическая гадость. Сейчас попытаюсь это открыть. Вкусно? Вкусно. Но больше похоже на персик. Вообще, в принципе, вкусно, но больше похоже на персик. И на самом деле, что хочется отметить, что я эту банку 400 грамм купила за 43 рубля. Джемы стоят сейчас, по-моему, даже в 200-граммовых таких упаковочках намного больше, по-моему, 60 даже рублей. А варенье, оно стоит еще дороже. То есть, в принципе, очень выгодная покупка. И я так понимаю, вот у них представлено вот этот вот бренд. Ассортель Фудс. Ассортель. Да, наверное, так он называется. Да. И там очень много всего. Там есть и фасоль, и горошек, еще какие-то там закуски. И фрукты тоже консервированные. То есть, я советую приглядеться к этой марке. Потому что, на самом деле, вот, допустим, абрикос, да, сделан реально хорошо, очень вкусно. И можно кушать и с блинчиками, и можно с чаем кушать. Раз уж подняли тему еды, то тогда продолжим уже про кухню. Купила я вот такие вот формочки для заморозки льда. Такие вот рыбки. Я, правда, не знаю. Я только сейчас подумала, что, в принципе, такие рыбки, они достаточно большие для того, чтобы класть их в стакан. Ну, такие объемные, потому что... Но, с другой стороны, как бы много льда не бывает, и куда-нибудь я это применю. Ну, рыбки очень-очень классные. У них разные глазки тут есть. И просто круглые. Есть глазка-сердечко, есть глазки-крестики. Ну, как бы рыбка нас покинула. Очень-очень классные. Мне кажется, очень крутые получатся льдинки. И для какой-нибудь вечеринки вообще очень-очень классные. Дальше я прям... Я поняла, что я становлюсь фанатом каких-то сервировочных всяких штук. Я купила вилочки для фруктов, канапе и прочего-прочего. Это вот такие вот как шпажки, только у них на конце как вилочка такая двойная. Вот. Я думаю, что очень-очень круто будет, если сервировать какую-то фруктовую тарелку или какую-то нарезку, и туда вставлять вот эти вилочки, чтобы люди не руками это брали. И удобно, и очень-очень красиво. И, главное, оттенки очень-очень классные, очень яркие. Господи, сколько слов очень. И сам вот этот пластик, ну, явно видно, что он очень такой, как, прозрачный, ну, добротный. Не смогла сдержать себя. Я купила себе салфеточки. Пусть они будут лежать, ждать своего часа икс или десять у меня где-нибудь валяться. Но я решила, что без таких салфеточек жизнь моя станет очень грустной и печальной. Они очень милые, розовенькие, такие девчачьи-девчачьи. И я решила, что вот пусть они лежат у меня дома. Не знаю, мне, наверное, даже будет жалко их использовать для чего-то. И они просто будут как бы греть мне душу. Ну, очень-очень красиво, если вы любите красивые салфеточки. И последнее, что у нас сегодня будет для кухни, это вот такое вот сидечко для чая. Вообще, очень идея классная. Правда, когда я его убрала, я не до конца понимала, как оно будет работать, как вот эта штука будет плавать. Но он действительно плавает по поверхности. То есть, вот этот цветочек остается на поверхности, а чай в это время заваривается. Это удобно, безумно, потому что он пластиковый не нагревается. Вы спокойно вытаскиваете и убираете заварку, и пьете дальше чай. И, что самое главное, там был еще другой вариант, но мне не понравилось, что туда будет неудобно засыпать чай. А здесь как бы круглая вот эта вот часть, и поэтому сюда удобно будет класть непосредственно чай. Как всегда, я не оставила без внимания своих котов и принесла им очередную игрушку из Fixed Price. Это вот такая вот обожравшаяся мышь или хомячок. Я не знаю, честно говоря, история об этом умалчивает. Но у нее есть усы даже тут. Вот, правда, их в шерсти не найти, эти усы. Вот, фишка этой мыши, что она, ну, как бы в руках она дрожит. А вообще она ездит по кругу. Ну, ездит она полкруга всего, там, по диаметру примерно, круг этот 10 сантиметров. И вот он где-то проезжает пол этого круга. Ну, котам нравится. Единственное, что, конечно, если бы она ездила по всей квартире, ну, такого за 43 рубля не бывает. Но, в принципе, если бы она ездила по всей квартире, конечно, намного было бы более интересно. Но я думаю, что они бы объединились, посчитали, что это враг народа какой-нибудь и уничтожили бы. А так она проезжает там вот эти вот полкруга. Они интересуются тем, что она проезжает эти полкруга, начинают ее таскать. Вот. В принципе, игрушка прикольная, очень мягкая. Если на нее наступить, я думаю, что она не сломается, ничего с ней не случится. Но, вообще, такая штука классная. Вот, вот, вот так она ездит. И следующее для котов, это, как даже не знаю, называть какое-то устройство инквизиции. На самом деле, это штука для того, чтобы вычесывать шерсть. Я не знаю, почему я с двумя котами до сих пор не догадалась эту вещь купить, но штука очень классная. Особенно для длинношерстных котов. У меня один вообще короткошерстный, а у другого, как бы, если есть такая классификация, это среднешерстный кот. У него не длинная шерсть, но она везде валяется. Вот, примерно так. И вот как раз для него это супер вещь, потому что вместо того, чтобы эта шерсть валялась по всей квартире, вы ее спокойно вычесываете. И она остается вот на этой штуке. Штука удобная. Единственное, что не всем котам нравится, когда их расчесывают. И мои коты начинают играться. Они думают, что это игрушка, и что на нее нужно нападать, ее надо кусать, и что-то с ней еще делать. И также я себе купила тетрадь. Можно это, правда, тем, что я студент, до сих пор учусь, ну как магистрант. Но на самом деле меня, наверное, сейчас поймут все те люди, у которых в школе август был самый любимый месяц, потому что ходишь, выбираешь себе дневник, покупаешь себе тетрадки, все они чистые, красивые, ты их все выбираешь. И все, вот на этом моменте любовь к школе заканчивается. То есть я такой канцелярский маньяк. У меня даже в университете есть пенал с ручечками. Я им, правда, не пользуюсь, он где-то лежит. Но он у меня вот красиво упакован, все у меня как положено. И в сентябре я тоже себе покупала тетрадочки. Я, правда, не знаю, где этот склад красивых тетрадочек, честно. И я уже, вот, потому что пишу я все в одной тетрадке, а остальные 10, они лежат. И вот это вот 11 будет. Но я решила, что вот эта конкретная тетрадка будет у меня для моих записей по каналу, для того, чтобы как-то, скажем так, легкое свое планирование видео, какие-то записи делать, какие-то интересные пометки, заметки. Эта тетрадка будет исключительно для этого. Я считаю, что она такая стильная, красивая, для того, чтобы вести в ней записи по своему каналу. Поэтому, да, у меня будет теперь специальная тетрадь для своих всех мыслей по поводу развития канала на YouTube. Она даже красная, да. И последняя на сегодня будет массажер. Я решила, что скоро лето, и пора бороться со своими социальными наслоениями и апельсиновой коркой. И для этого мне нужен обязательно массажер, а обязательно розового цвета. Чтобы все сразу было понятно, что девочка начала бороться с целлюлитом. Да, на самом деле многие рекомендовали девчонке этот массажер. И как-то вот я думаю, что на самом деле он даст эффект, потому что он достаточно колючий. Несмотря на то, что вот эти, как называется, шипы, сделанные из какого-то вот как резинового пластика, вот из чего-то такого, они достаточно колючие. Думаю, что эффект, во всяком случае, для улучшения кровообращения точно будет. Ну, не знаю, насколько сильно уберется у меня, там, мой друг, целлюлит. Но я думаю, что в любом случае хуже не будет. Вообще он так сделан добро-то, этот массажер, нигде ничего не шатается, не болтается. Ну и за цвет отдельное спасибо создателям. Очень-очень крутой. Итак, это все мои покупки на сегодня в FixPrice. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие интересные вещи вы в последнее время находили в FixPrice. И что из моих покупок вас заинтересовало. Все, всех целую, люблю, до скорой встречи в следующих моих видео.